Банально получается, но у Лукашенко действительно нет будущего. Хорошего нет. Какое-то будущее, конечно, есть. Можно стать Януковичем, который сейчас никто и нигде, и до конца жизни останется пустым местом. Меня кинули, как лоха. Можно стать Эрихом Хонекером и мучительно умирать на другом конце света. Эрик Хонекер умер в Чили в 1994. Многие диктаторы потеряли все и доживали в позоре и забвении. Такой путь у Лукашенко есть. Есть путь насилия. Армия по-прежнему подчиняется приказам. ОМОН и спецназ на его стороне. И задавить протесты силой еще можно. Очень трудно, но можно. Просто непонятно, как дальше он станет править Белоруссию, где на одноразовый митинг, свозя бюджетников со всей страны, не сумели собрать даже половину площади. А на заводе не сумели набрать хоть сколько-нибудь лояльных и ряженых, чтобы его не освистали. Я, как и вы, не совсем разобрался, в чем там проблема. Уходи! 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 За 26 лет он на полном серьезе вошел в образ батьки. Что все 9 миллионов белорусов – это его дети, которые всегда неразумные и никогда не повзрослеют. Которые должны всю жизнь делать только то, что он хочет и скажет. А потом придет сын Коля и будут слушать Колю. А потом будет внук. И внука тоже будут выбирать 80% на шестой срок. Лукашенко зол и обижен. Ему кажется, что его предали и бросили. Как они могли? Это же не дело. Оскорбление за оскорблением. Ну ладно, меня там измазали вдоль и поперек. Уже набросились ни в чем не повинных председателей участковых комиссий. А у них же семьи, дети. Все равно, что одновременно из дома ушли жена, дети, родители, братья. Как они могли с ним так поступить? Он сейчас, как Саша, сирота. Остались только странные соседи в бронежилетах и шлемах на голове. Впрочем, это я рассматриваю вариант, когда Лукашенко более или менее видит реальную картину. А видит ли он ее? Самое страшное в жизни – это предательство. Я не хочу вас упрекнуть, что вы кого-то предали. Потому что я хорошо знаю, что происходит. Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет. Вряд ли он изучает канал Нехта и другие каналы в Телеграме. Не думаю, что он читает сайты и соцсети. Скорее всего, ему на стол кладут папочки с подборкой материалов, дайджестами прессы и социологией. Мы все интернет, интернет. Посмотрите на бумажные СМИ. Вот я сегодня взял все газеты, посмотрел на так называемую комсомольскую правду Беларуси. Уже скоро в желтизну превратится. А папочки эти подбирают такие же люди, которым некуда деваться. Не будет Лукашенко и их всех тоже смоют в унитаз. Они сообщают ему только то, что может его порадовать или хотя бы не сильно огорчить. Говорят то, что он хочет услышать. И все боятся принести дурную весть. И я справедливость ставлю выше любого закона. Надо отдать ему должное. Лукашенко и на улицу вышел, и на завод приехал. Не спрятался. Но чем дальше будет развиваться ситуация, тем меньше у него останется ресурсов. Бюрократы подлецы. Они держат нос по ветру. И в какой-то момент начнут переходить на сторону народа. Не по совести, а по расчету. Но тем не менее. Каратели тоже не железные. И не могут круглые сутки дежурить и бегать за людьми с палками. Тем более, что бегать надо не где-то в одном месте, а повсюду и за всеми. И тогда какой вариант остается? Правильно. Звонок Путину. Надо связаться с Путиным, президентом России, чтобы я мог с ним переговорить сейчас. Которому точно так же приносят папочки дайджесты, который думает, что в Беларуси проплаченный Майдан, эмиссары из-за рубежа и Навальный. И надо это обязательно придушить. Можно по крымскому образцу, можно как на Донбассе. Белорусам тогда придется тяжко. Но Лукашенко это в итоге все равно не спасет и не сделает его сына Коленьку наследником. А попутно приблизит еще и закат Путина. Так что в этом смысле у россиян с белорусами судьба действительно общая. Константин Вадимович, Лукашенко как президент все? Ну, мне кажется, да. Мне кажется, да. Потому что я за последнее время, неделю, скажем так, погрузился в белорусскую тематику. Вынужден был читать и слушать все его речи, чтобы понять. И, конечно, я вижу, что этот человек больше не соответствует базовому запросу белорусских граждан. Особенно молодой, активной его части. Да, мы видим и не молодой, а среднего возраста работающих. Запросу на тип лидерства. Это первое. Второе. Я вижу, что он отстал в понимании процессов, которые важны людям. Он остался где-то в 90-х годах. Навязчиво вспоминает это. Третье. У него появились черты характера. Такого кликушства, как бабка на лавке у подъезда, которая говорит, говорю вам, что если вы сейчас остановитесь со своим заводом, то все. Никогда больше вы не подниметесь. Никогда больше у вас ничего не будет. Вас выкинут со всех рынков. Если только на забастовку пойдете. Заверяю вас. Следующий он может заверять, что все мечтали разорвать нашу синюшую красавицу Белоруссию. Поставить ее на колени и так далее. И я вот, наслушавшись, написавшись, я выписываю все эти высказывания. Думаю, вдруг мне послышалось. И начало в голове мое вертеться слово «солипсизм» еще с университетских времен, с курса философии. Я решил просто проверить, что это такое. Почему вдруг ко мне пришло. Солипсизм даю определение. От латинского «solus» – одинокий, «ipsa» – сам. Философская доктрина и позита, характеризующаяся признанием собственного индивидуального сознания в качестве единственной и несомненной реальности отрицанием объективной. Вот то, что я вижу, то, что я читаю. Даже сегодня, вот с утра он же ездил там по заводам, по всему. И мы видим, что он вообще не понимает, с кем он разговаривает. И вот эти обидные обзывания людей, то они у него овцы, то у него какие-то преступники, то они у него урки. Кто, говорит, придет голосовать? Урки и бандиты. И сегодня шел маршем трудовой коллектив одного завода к другому. И мне очень понравился их плакат, который впереди колонны они несли с собой. Этот плакат говорил, что они не овцы, не быдло, не народец. То есть они взяли все вот эти слова, которые он использовал. То есть он вступил в конфликт со своим народом. Потому что когда я 4 августа слушал его выступление перед активом на предвыборную речь, меня уже тогда поразило, как сидит полный зал людей и слушают такие вещи. Белорусы, он говорит, вы понимаете, что этой конституцией никто не может пользоваться? Что он исключительный человек. Это конституция для него одного. Потому что он говорит, вы для меня святые, а тот, кто придет, для него вы не святые. Поэтому он вас начнет бить. Это не помешало через 5 дней начать молотить свой собственный народ. И все эти слова разлетелись в прах. Но представление в современном европейском государстве о том, что вот эта конституция страны, которая сейчас есть, она оказывается под силу для пользования и применения в интересах только одному человеку, Лукашенко. Он не стесняется этого произносить. Поэтому сегодня на заводе, сегодня новость одна была, Лукашенко согласился передать. Он говорит, нет, мы заведем процесс изменения конституции под моим руководством и начнем делегировать другим органам власти полномочия, вот тогда вы сможете жить. То есть он управляет страной с мыслью, что он один, единственный, исключительный человек такой. Ну как можно в современной стране выходить и говорить? Он даже не фиксирует, у него же даже не останавливается. Вот сегодня он какие-то слова говорил, когда вышел. Он говорит, там в политике, куда вы ринулись, ничего не понимает, другие законы. Он стоит перед трудовым коллективом сегодня, где-то на МАЗе, по-моему, и говорит, там в политике, куда вы ринулись, ничего не понимает. Вот он один понимает. Ну а сейчас смотрим, куда его понимание заведет. Субтитры создавал DimaTorzok